Всем привет! С вами FreeStudio21.com И сегодня мы начинаем разбирать восьмой юнит Это у нас Enterprise Итак, нас интересует текст The Giant Squids Огромный кальмар Или осьминог По мне кальмар и осьминог это одно и то же Ну вроде как нарисован осьминог Но Squids, насколько мне память не изменяет Это кальмар И вот про этого гигантского кальмара Это страница 55 Мы сегодня и читаем Итак, поехали Гигантский кальмар О чем же речь интересна Я текст не читала, не знаю даже о чем речь Итак Итак, первый абзац готов. Кайкура – самый красивый остров в Новой Зеландии, сказал Джим Беннинг в последней группе туристов. Вы часто можете видеть здесь китов, которые плавают недалеко от берега. Джим был рыбак, но в течение лета он проводил экскурсии по острову. Он раньше рассказывал туристам волнующие истории о морском чудовище, которое жило недалеко от берега Новой Зеландии. Конечно, он никогда сам не верил, что оно существует. А туристам нравилась история, и Джим надеялся, что это хоть как-то поможет ему с бизнесом. Или дословно поправит его дела, поправит его бизнес. Итак, на что здесь стоит обратить внимание? Во-первых, здесь есть слово «shore». Так, «highlighted word» – выделенное слово, его обязательно надо знать. И мы его сразу берем на заметку. «Shore» – это берег. Берег моря. Речь идет о береге моря. «Fisherman» – рыбак. Кто не знает, «fisherman» – это рыбак. Далее. «Guided tour». «Guided tour» – это экскурсия. Экскурсия. То есть, путешествие с экскурсоводом, если дословно. «Used to tell exciting stories» – волнующие истории. Волнующие истории. Дальше у нас «sea monster». Ну, я думаю, что «sea monster» – все прекрасно знают, что это такое. Далее. «Off the coast». «Lift off». Вот это «off» означает, ну, скажем так, возле берега. Возле берега. То есть, не совсем, конечно, на берегу, но недалеко от берега. Недалеко от берега. Вот, в водах Новой Зеландии. Можно так еще перевести. В водах. В прибрежных водах. Далее. Далее, далее, ничего интересного. «Exist». Вот это слово «exist». «Sуществовать». «Существовать». «Быть». Он никогда не верил, что эти монстры существуют. Вот это «still». В данном случае его можно переводить «но». Тем не менее. Тем не менее. Тем не менее, туристы верили в эти рассказы. «Improve». Улучшить дела. Улучшить бизнес. «Improve». «Improve бизнес». «Improve бизнес». «Поправить дела». «Поправить материальное свое положение». «При помощи этих экскурсий». Едем дальше. «Leaving the tourists on the beach to take some photographs and have lunch, Jim set off to do some fishing on his own for an hour. He stopped at his favorite quiet spot on the other side of the island and prepared his fishing rod. He was happy to be alone for a while». «Оставивши туристов на берегу делать фотографии и завтракать, Jim отправился порыбачить один в течение где-то часа. На часок, короче». Он остановился в своем любимом месте, на другой стороне острова и приготовил удочку. Он был счастлив. Наконец-то хоть немного побыть один. Так, что у нас тут интересного? Интересного вроде бы ничего нет. «Set off». «Set off». «Отправился». Когда человек отправляется в путь, то вот это «Set off» всегда говорится. «Do some fishing». «Порыбачить». «Немножко порыбачить». «On his own». «Some». «Один». «И for an hour». «На часок». «На часок». Вот так это можно здесь перевести. Дальше. Дальше интересное слово «spot». «Он остановился at his favorite quiet spot». Вот это выражение, я все выпишу. «В своем любимом тихом местечке». «В любимом тихом тихом месте». Значит, здесь у вас слово «spot» – это «место». «Spot». «Место». «Точка», если дословно. «Prepare». «Приготовить», если кто не помнит. «Fashing rod». «Fashing rod». «Удочка». 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 Это время побыть одному. «Без туристов, без никого». Далее. Следующий абзац. «He had just cast his fishing line into the water when the boat began rocking from side to side. Jim was surprised, then frightened. Suddenly, giant tentacles curled around the sides of the boat and lifted it out of the water. «Help, a giant squid!» «Somebody help me!» Jim started screaming, but there was no one around. «Приготовить». Так, посмотрим, что у нас здесь. Здесь куча интересных слов. «Как только он закинул леску в воду, лодка начала колыхаться из стороны в сторону. Джим удивился, а потом испугался. Внезапно огромные щупальцы обвелись вокруг бортов лодки и подняли ее из воды. «На помощь! Огромный...» Господи, забыла, как это слово. «Огромный осьминог!» «Помогите мне!» Джим начал кричать, но никого рядом не было. Почему я перевожу осьминог? Ну ладно, пусть будет осьминог. Итак, что мы здесь имеем? «Cast is fishing line» «Забросить леску». Здесь у нас «cast» – неправильный глагол, кстати. «Cast, cast, cast» – он во всех трех временах не меняется, поэтому здесь он будет, как и в настоящем времени. «Fishing line» – рыбацкая леска. Далее «rock» – колыхаться, качаться. Причем сильно качаться, не просто там чуть-чуть, а сильно качаться, конкретно так качаться. «From side to side» – из стороны в сторону. «Был удивлен», затем «напуган», «frightened», «напуган», «напуган», «тентейклс». «Тентейклс». Вот этого слова вряд ли кто-то знает из вас, хотя всякое бывает. «Тентейклс» – щупальцы. «Щупальцы». «Curl around the sides of the boat». «Обвились», вот это «curl», «обвились» вокруг бортов лодки. «Вокруг бортов лодки». «Side» – это «bord». Значит, на что обратить здесь внимание? «Around», «curl around». Вот это выражение надо знать, «обвиться вокруг чего-то там». «Виноград обвился вокруг столба». Это тоже «curl around» будет. «Lift». Ну, я не знаю, почему здесь выделили слово «lift». Я бы не сказала, что оно такое незнакомое. «Lift» – это «поднять». От этого слова «lift» происходит. «Поднять». «Squid». Давайте напишем слово «squid». Я перевела «осьминог», но вообще-то говоря, «сквид» – это «кальмар». Это не совсем «осьминог», это «кальмар», есть разница. «Кальмары» обычно не бывают очень большими. Ну, не знаю. Но, во всяком случае, я больших не видела. «Осьминог» будет «октопус». Поэтому «squid», я думаю, что это все-таки лучше «кальмар» переводить, а не «осьминог». Поэтому переводите «кальмар». Начал кричать, никого не было. «There was no one around». Вот это тоже интересное выражение. «Рядом никого не было». Никого не было. Далее. Следующее. «Suddenly, a school of whales appeared in the distance. The squad let go of the boat and quickly disappeared. Jim couldn't believe what had happened. He looked at the water, then quickly started to boat angu. Внезапно группа китов появилась на расстоянии. «Кальмар» отпустил лодку и быстро исчез. Джим не мог поверить в то, что случилось. Он посмотрел на воду, а затем быстренько завел двигатель лодки. Так, что у нас интересного здесь? Самое прикольное, конечно, это вот это выражение «school of whales». Некоторые люди мне переводили «школа китов». Ну, понятное дело, какая школа, какие киты, как это? Значит, группа китов, косяк. Я точно не знаю, плавают ли киты косяками. Рыба плавает, а киты не знаю. Поэтому я переведу таким нейтральным словом «группа китов». А кому интересно, посмотрите в переводчике или в словарь, как же его правильно перевести. «In the distance» – на расстоянии. То есть вдалеке. Вот так вот можно тоже перевести это выражение. «Вдалеке» – на расстоянии. «Let go» – отпустить. Отпустить. То есть кальмар отпустил. Лодку быстро исчез. Далее. Start the boat engine. Завел мотор. Завел мотор лодки. Далее. Следующий абзац. When he reached the beach, he told the tourists what it happened. Everybody started laughing except for a middle-aged woman. You've just met... Architeuses, the giant squid! She said. She explained that she was a scientist who had spent most of her life in search of this squid. She was waiting for her colleagues to arrive. Did you take any photographs? She asked excitedly. Of course not, said Jim. Who would take pictures at a time like that? I'm just glad I'm alive to tell this story. Когда он доплыл до берега, он рассказал туристам, что случилось. Все начали смеяться, за исключением одной женщины средних лет. Вы только что видели Architeuses, огромного кальмара, сказала она. Она объяснила, что она ученая и провела большую часть своей жизни в поисках такого кальмара. Она ожидала, что прибудут ее коллеги. А вы сделали какие-нибудь фотографии? Сказала она взволнованно. Конечно же нет, ответил Джейм. Кто будет делать фотографии в таком случае? Я вообще рад, что я вам рассказываю эту историю. Итак, слово reach. Здесь оно выделено, поэтому мы его выпишем. Reach. Добраться. До берега. Обратите внимание, что мы говорим добраться до, а они просто говорят добраться. Далее. Except for. Кроме. А вот здесь ставится предлог. Мы его не ставим, они его ставят. Middle-aged woman. Женщина средних лет. Кто не знает, запоминайте. Женщина средних лет. Средних лет. Следующее. Explain. Объяснять. Кто не знает, тоже объяснять. Далее. Scientist. Ученый. Ученый. Она ученый. Далее. In search of. В поисках. В поисках. Далее. Colleagues. Я тоже не понимаю, зачем его выписали, зачем его выделили. Ну ладно, напишу. Colleagues. Это коллеги. То есть, такие же ученые, как и она. Take any photographs. Я думаю, ясно. Excitedly. Взволнована. Конечно же, нет. Ну и дальше, я думаю, все понятно. И, наконец-то, ура, ура, последний абзац. Так, сейчас я выберу какой-нибудь приличный цвет для последнего абзаца. Команда ученых искала гигантского кальмара в течение двух месяцев. Но ничего они не нашли. В конце концов, единственный, кто получил какую-то выгоду от этого, был Джим. Его экскурсии стали самой популярной достопримечательностью на острове. Итак, the team. Команда. Команда. Так, ничего не видно. Сейчас возьму другой цвет. Далее. For two months. В течение двух месяцев. Я не буду писать двух месяцев, и так понятно. Вот это слово в течение. Далее. In the end. В конце концов. В конце концов. Benefit. Иметь выгоду. Иметь пользу. Иметь выгоду. Ну и become, became, become. Тоже не могу понять, почему выделили. Стал. Стали. Стали. Вот это, собственно говоря, все. Весь текст. Текст маленький, но удаленький. Посмотрите, сколько слов. Мы его разобрали. Задания к тексту я, наверное, делать не буду, потому что они настолько элементарны, что стыдно их как-то делать. Я думаю, вы сами прекрасно все сделаете. Что могу сказать? Учите слова. Учите слова. Все эти слова, по идее, вы должны знать. Тогда вам будет легко весь юнит этот пройти. И все вам вообще будет легко. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо. Продолжение следует...